Преподаватели средних учебных заведений, ссылаясь на свои так называемые связи, не будут брать дополнительные часы занятий. Эти и другие проблемные вопросы обсудились сегодня на заседании областного департамента по контролю в сфере образования. Подробности в нашем следующем материале. Как отметил руководитель областного департамента по контролю в сфере образования с нового учебного года, необходимо заключать договоры между родителями, учеников и директорами школ. Такие изменения помогут четко регламентировать права и обязанности каждой стороны. К примеру, в настоящее время одной из главных проблем остается вопрос школьной формы. И в договоре должно быть указано, что ношение одежды, характеризующие религиозные взгляды ученика, запрещается. Если со стороны родителей это условие не выполняется, руководство имеет полное право отправить школьника обратно домой. В последующем же вопрос будет решаться с участием соответствующих органов. Сегодня мы открыты для всех. Мы хотим помочь нашим школам, хотим помочь нашим детским садам. Поэтому в начале учебного года мы такую профилактическую, разъясняющуюся работу проводим. И сегодня министерство перед нами ставит задачу не только контролировать, но и оказывать со стороны всякую методическую помощь. Кроме того, как отмечают специалисты, для учителей и работников дошкольных организаций необходимо сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций. Также прекратить проведение различных платных тестов для учащихся. Сегодняшнее совещание является для нас очень важным. Узнали много новшества касаемо нашей работы. Теперь будем выполнять работы систематически в данном направлении. Еще одним новшеством является отмена введения рейтинга уровня знаний в учебных заведениях. Впредь при организации различных конкурсов и олимпиад мериться знаниями средней школы будут только между собой. Это коснется и школ гимназии. Мадьяр Сирик, Альзат Байтимир, 77 Ньюс.